Утром первому, мы на месте. Тринанс-доработал, включили эту скорую полосу. Увы запринят, уезжаем. Примерно полночь дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Оскаровой и проспекта Абая. Здесь столкнулись автомашины Хундай и ВАЗ-2114. По словам свидетелей, ВАЗ ехал по улице Оскаровой и на углу с проспектом Абая столкнулся с Хундаем, после чего, пробив ограждение, упал в реку Качкарату. Как говорит водитель Хундая, владелец российской автомашины тут же покинул место происшествия. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, но оба автомобиля понесли материальный ущерб. Сейчас инспекторы дорожно-патрульной полиции расследуют это ДТП и разыскивают скрывшегося водителя. Здесь же на улице Оскарова сотрудники полиции предотвратили крупную драку. В ходе наблюдения через видеокамеры за обстановкой в городе, они обнаружили группу дерущихся молодых людей. На место происшествия были отправлены несколько патрульных экипажей. При виде полицейских участники драки стали разбегаться. Полицейские кинулись им вслед. Присоединился к сотрудникам правопорядка и операторам нашей съемочной группы. Через несколько минут участников драки удалось задержать. Как выяснили полицейские, пятеро молодых людей избивали одного подростка. Всех задержанных полицейские доставили в Абайский РУВД. Но там писать заявление на своих обидчиков потерпевший отказался. Позже сотрудники полиции всех задержанных отправили на свидетельствование в наркодиспансер. Сотрудники областного управления по борьбе с наркобизнесом и Тюлькубасского РУВД в ходе спецоперации задержали крупную партию наркотиков. На одном из контрольно-пропускных пунктов Шакпак-Баба в Тюлькубасском районе они остановили автомашину Mercedes-Benz. В Тюлькубасском районе на контрольном пункте Шакпак-Баба был задержан автомобиль марки Mercedes-Benz под управлением гражданина 1986 года рождения. В багажнике автомашины при досмотре был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом, похожим на героин, принадлежащий пассажиру автомашины. Изъятое вещество полицейские отправили на экспертизу, которая вынесла заключение, что это была марихуана. Согласно заключению судебно-криминалистической экспертизы, вещество является марихуаной весом 1 килограмм 240 грамм. Сейчас по статье 296 части 4 возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Продолжение следует... Продолжение следует...